Привет всем! Я очень рада вас видеть на нашем канале. Как вы видите и как вы слышите, мы снова изменили язык нашего канала. Как вы знаете, изначально канал был на русском языке, потом мы начали делать видео на английском языке, потому что думали, ну давайте-ка мы расширим нашу аудиторию. Это все нам дело не очень понравилось, и видео у нас, кстати, было не очень много на английском языке, поэтому мы решили снова переключиться на русский язык, и в основном, конечно же, причиной было наше желание помочь именно нашим, так сказать, соотечественникам в поступлении за рубеж, нежели каким-то, знаете, ну, людям из других стран. Поэтому, да, снова начинаем канал на русском языке, и я очень надеюсь, что те люди, которые перестали смотреть наши видео, как только канал перешел на английский язык, они снова вернутся и будут смотреть наши видео, потому что теперь они будут только на русском языке. Может быть, конечно, мы будем иногда писать английские субтитры, но, да, теперь язык канала официально русский снова, поэтому, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, шерите это видео со своими друзьями, и, да, сегодня мы поговорим про программы магистратуры в США, и, понятное дело, поскольку на нашем канале мы говорим про бесплатное образование, эти программы магистратуры полностью финансируемы, и вы можете получить это финансирование как интернациональные студенты. Для тех, кто меня не знает и не знает этот канал, меня зовут Ника, я получила бесплатное образование в Будапеште, я там училась на программе бакалавра, а сейчас я обучаюсь в США, тоже бесплатно, и я на этом канале делюсь своим опытом. Также у меня есть моя сестра, мы с ней близняшки, и она тоже делится своим опытом на этом канале, но сегодняшнего видео ее нету, и в основном на видео буду я, но иногда она тоже будет присоединяться. Поэтому, да, она тоже учится в США бесплатно, уже отучилась, уже выпустилась, сейчас работает, поэтому у нас очень много опыта именно в получении образования в США, подачи на гранты, подачи на стипендию, и на этом канале мы, в принципе, с вами делимся всей этой информацией. Поэтому, если вы новенький здесь, то обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки и так далее. Так вот, сегодня, как я уже сказала, я поделюсь с вами программами магистратуры, которые полностью могут спонсировать ваше образование. Это будет три программы в трех разных университетах. Поэтому, если вам понравятся программы или вас интересует университет, внизу будут ссылки, обязательно переходите и читайте больше, и смотрите, если вы сможете подать на эти программы в ближайшем будущем. Вот. Так что, поехали. Первый университет, о котором мы с вами сегодня поговорим, и я буду шарить экран, чтобы вы видели, где я беру всю информацию. Значит, первый университет, это University of Florida, и, как вы видите, я на странице, которая называется Funding. Funding – это финансирование на английском языке. Так вот, первое, что я хочу заметить, когда вы ищете программы, которые могут, программы магистратуры, на которых вы сможете получить бесплатное образование, обязательно смотрите, что, когда вы заходите на сайт университета, вы заходите в категорию Graduate School, да, потому что университеты в США громадные, у них есть программы для бакалавров, программы для магистратуры, программы для PhD, и для всех вот этих разных программ будет разное финансирование. Поэтому имейте в виду, что если вы находитесь на сайте, где информация идет для программов undergraduate, то есть бакалавр, эта информация вам будет нерелевантна. Поэтому обязательно Graduate School должна быть где-то написана, да, ну или же на странице должно указано, что эта информация релевантна для graduate students. Так вот, University of Florida, какое у нас тут есть финансирование? Давайте немножко вниз спустимся и посмотрим. В первую очередь они пишут, что у нас есть assistantships. Graduate assistantships. Provide you with funding in exchange for work as a teaching assistant, research or academic support staff. They usually include a stipend. Да, то есть что входит в эту graduate assistantship. Это стипендия, это tuition waiver, то есть вам не нужно платить за образование, и это health insurance coverage. Кстати, health insurance, никогда не забывайте, что как студент, иностранный студент в США, у вас должна быть обязательно страховка. И иногда страховка может быть достаточно дорогая. Поэтому, если ваш graduate assistantship пакет, да, финансирование, включая страховку, это большой-большой плюс. Не забывайте про страховку. Мы уже видим по этому сайту, что University of Florida предоставляет это финансирование. Давайте посмотрим дальше, что, какие у них еще другие опции для финансирования есть. У них есть fellowships, long-term competitive merit-based funding, примерно. В чем отличие между assistantships и fellowships? Assistantships, это вы работаете на университет, это все равно, это как такой, это как грант, да, то есть он не всем дается, но как student assistant, graduate assistant, вам нужно работать на университет, вам взамен не нужно платить за образование, которое вы получаете в этом университете, и плюс вам выплачивается какая-то стипендия. Fellowship, это вам не обязательно работать на университете. Fellowships, они более специфические, они рассчитаны на студентов, может быть, в конкретном, в конкретном фил, да, например, там, инженерии или computer science, мне кажется, в основном STEM, да, или для конкретных групповых категорий, например, woman in STEM, да, мы можем найти очень много fellowships, и fellowships вам не обязательно вообще работать, да, вы можете получать вот эту всю финансовую поддержку, и при этом вам не нужно работать на университете. Fellowships намного сложнее получить, чем graduate assistantships, на моем опыте. Также University of Florida предлагает гранты, loanee и scholarships. Что такое грант? Как вы видите, он need-based, в основном гранты предлагаются студентам от государства. Мы с вами интернациональные студенты, государственной поддержки получать не можем, поэтому я бы сказала, гранты сразу можно пропустить. Loans это кредиты из университета, то есть не из банка, да, вы берете кредиты от самого университета. Опять же, для интернациональных студентов это сложно получить кредит, вообще в США, поэтому я бы тоже на ваше место пропустила. Scholarships, я бы сказала, что всегда просматривайте страничку со стипендиями, да, но я бы сказала, что опять же, scholarship сложнее получить, чем graduate assistantships, и они очень специфические, они там направлены на очень определенную группу, на очень определенную категорию людей, да, опять же, там, scholarships for students from China, или scholarships for students from China who are studying computer science, например, то есть очень такие специфические, обычно они только какую-то вам сумму дают, например, 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов, и рядко покрывают прям все обучение, так что я обычно всем советую просматривать scholarships list, да, смотреть, вдруг вам что-то там понравится, но особо свое время на это не тратить, и в основном вам, как студенту магистратуры, я советую фокусироваться именно на assistantships, и как я обещала, в одном видео я вам покажу программу, да, в этом университете, которая предоставляет graduate assistantships, и так вот, это программа в University of Florida, которая называется Student Personnel in Higher Education, вообще программы в Higher Ed в США очень популярны, я могу отдельное видео про них записать, но поверьте мне, эти программы популярны, и на эти программы очень хорошо, очень легко получить graduate assistantship, и как вы видите, тут написано черным по белому, on campus, студенты, это программа, are required to have graduate assistantship position, то есть, по сути, чтобы вам обучаться на этой программе, вам обязательно нужна graduate assistantship, ну, или же related employment, но как интернациональный студент вы не можете работать где-то вне университета, поэтому, по сути, если вас принимают на эту программу, вам, по сути, гарантируется graduate assistantship position, поэтому, если вы заинтересованы именно в программе Higher Ed, вам интересно работать со студентом, у меня пара знакомых учатся на программе Higher Ed, вообще очень классное направление, обязательно просмотрите этот вариант, эту программу, и следующий университет в нашем списке, это Cornell University, для тех, кто любит более пафосные школы, давайте перейдем на их сайт и посмотрим, что включается в их финансирование, да, опять же, как вы видите, мы переходим на сайт, который называется funding, и опять же, graduate school, имейте в виду, что нам нужно финансирование, которое ассоциируется именно с graduate school, так вот, что у нас тут написано, summary, и потом у них идет здесь разделение на два пункта, первый пункт для doctoral students, то есть PhD, второй пункт для master's students, то есть магистратура, как вы видите, для doctoral students, то есть почти 97% всех студентов получают то есть как студент докторантуру в Cornell University у вас очень хорошие шансы получения вот этой ассистеншип, но, к сожалению, это видео не про докторантуру, а про магистратуру, поэтому давайте посмотрим, что они пишут про магистратуру. Сразу написано, что они receive limited financial assistance, то есть ограниченный financial support, although this can vary widely by the department and the degree. И тут очень важно заметить, что университеты в США, у них, вот этот университет, громадная такая организация, у них много колледжей, колледжей, да, внутри университета, и каждый колледж или даже каждая программа, у них может быть свое индивидуальное финансирование, поэтому очень часто на общих таких сайтах, где указано финансирование университета, они пишут, что reach out к своему департаменту, да, спрашивайте у своего департамента, спрашивайте у своей программы, идите на сайт именно своих программ, своих департаментов, чтобы узнать больше информации про именно финансирование, потому что оно действительно очень сильно зависит от программы, от вашего колледжа, от вашего дегри, так что да, тут они прям сразу черно по белому пишут, что финансирование немножко меньше для магистратуры, чем для докторантуры, но оно есть, и вам нужно идти на конкретные сайты программы смотреть, но давайте я вам покажу программу, которая сможет предоставить вам финансирование, и это программа вот, и тут написано сразу overview, это программа для тех, кто хочет deepen their knowledge of computer science, то есть, по сути, программа в computer science, и тут есть summary of degree requirements, бла-бла-бла, и financial support, сразу смотрите, написано, То есть, если вы вас берут на эту очень компетентную программу, но если вас туда берут, автоматическое финансирование вам дается. Так, и последний университет в нашем списке на сегодня это University of Albany, надеюсь, я правильно произношу их название, так вот, University of Albany тоже предоставляет graduate assistantships, и как вы видите, сейчас на страничке я открыла, у них гайд есть, немножко в другом формате, да, но эта информация присутствует, да, 19-20-х год, возможно, можно найти более релевантную информацию, но это я тоже смогла найти на сайте. University of Albany graduate assistantships, fellowships, and tuition scholarships, то есть, вся эта информация будет указана здесь, у нас 12 страниц здесь, но мы их читать все 12 не будем, тут, в принципе, идет описание, что такое graduate assistantship, что входит, terms of appointment, requirements, да, вам нужно, в принципе, во всех этих университетах, чтобы получить graduate assistantship, вам нужно быть full-time student, но для студента магистратуры full-time, это в основном либо 6 кредитов, либо 9 кредитов, то есть, либо 2 класса, либо 6 классов в семестр, не очень много, то есть, вы там не умрете от coursework, от нагрузки. И тут, в этом, кстати, примере, я хотела вам показать две разные программы, одна программа, которая предоставляет финансирование, а другая программа, которая не предоставляет финансирование, чтобы вам просто показать, что вроде программы и похожие, но одна предоставляет финансирование, а другая нет. Например, Master of Arts in Economics, да, мы зашли на их сайт, смотрим, читаем, что здесь написано, что входит в программу и так далее. Потом, как только мы спускаемся немножко вниз, вот, admission requirements, дедлайны здесь написаны, и также написано, there is no departmental assistantship consideration for this program. Черным по белому написано, даже если сам университет предоставляет, да, вот эти graduate assistantships, именно этот департамент, эта программа, вам их предоставлять не будет, поэтому вы хоть можете подавать туда тысячу раз, у них просто нет финансирования, чтобы вас покрыть, да, ваши expenses. Но есть другая программа, кстати, например, MBA, да, программа в бизнесе, тот же самый сайт, да, бизнес administration, бла-бла-бла, мы спускаемся немножко вниз, и что мы видим? Мы видим, что у нас есть два разных дедлайна, departmental assistantship consideration, вам нужно подать до 1 апреля, и no departmental assistantship consideration, соответственно, можете хоть и этом подавать. Applications will be considered rolling basis, as space remains available. То есть, кстати, как только вы видите слово rolling basis, это значит, что как только application к ним поступает, они сразу на него смотрят, да, они не ждут конца дедлайна. Поэтому, если вы хотите увеличить свои шансы получения стипендий, бра-бла-бла, вам нужно подавать как можно раньше. Я надеюсь, вам очень понравилось это видео, мне очень понравилось его записывать, потому что я наконец-то смогла поговорить с вами на русском языке на такую интересную тему, как образование в США, бесплатное образование в США, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии внизу с темой следующих видео, потому что мне нужны идеи, на какие темы снимать видео для вас, в каком формате, нравится ли вам этот формат, где я делюсь экраном, вам рассказываю про то, что я вижу, скучно ли вам, весело, все, короче, пишите внизу в комментариях, и я с вами увижу тебя в следующих видео. А пока вы думаете подписаться на наш канал или нет, обязательно посмотрите вот-вот эти видео. Надеюсь, вам они понравятся. Пока-пока!